вот вы побыли с шариком вот брат михаил водил с собой вот теперь идем опять прогулялся а то смотри как в деревню вот что-то ничего не видать нет видать что покос у нас солнца тут еще наверно не видно будет пустина выше братовья их 6 братьев все взрослые друг другу помогают раз два три 4 5 вижу 5 а вот он я даже не знаю кто это из них где справа 1 потом алексей о том никита исаак и иосиф крайний тогда их все саким больше будет ну вот так смотри заметь как вот мы идем а дальше что а дальше который коровник мы делали загон вот как в деревне все понимаете а в городе ничего ты не увидишь чужие люди вот михаил идет впереди вот сейчас я смотрю подожди хотела не не вижу я что-то его михаил это где а вон он уже шариком идет играет сегодня приехал стимиртау в городе так и пробежишь вот он как ну сходи к ним посмотри запись сегодня 15 августа мы в потеряевке находимся погода не давала убирать установилась хорошая погода а уже пока дождь шел сено проросло не первой свежести ну вот так работают это братья мои все племянники и внучатки вот они большая семья то моей сестры 6 сыновей вот так какая уязвимость городского жителя на входе и на выходе я имею ввиду вода пищи воды нету все на 20 этаж никто не подаст а тут колодец электричество нет я веревкой достану достану и все равно проживу они нет что грязно никакая саноэпидемстанция ничего запретить не сможет там задавит народ сразу термоедов надзоры разные там все этой глупостью кончатся потребители этих которые выйдут всего их 100 тысяч то против 100 миллионов то это ну на 1000 человек один их просто задушат сразу утопят в жижи на ней нигде и не вылезут им самим жрать нечего будет вот а здесь пожалуйста в городе закрыт туалет сколько об этом пишут что дальше будет никакие заглушки не помогут ванны наполнены по земным по городу течет а здесь свой туалетик никакой нужды нету вот так здесь маленькая подальше нахожусь показать все здесь у меня слоя голубят не можно у голубей маленько пшенички занять поесть у меня немного там повешено открыть полтонны 500 килограмм как это только основное а другая то у меня еще полторы тонны в запасе только для голубей вот как смотри как дружно его стенам ударами вы из проросших она лежит проросшего трава быстро растет и сено проросло скошенная уже трава проросла они вышибают но зима заставит горит алычу есть так что тут коза лошадь корова сидят это кто не знает какая норма если на корову полу и получается центнер то на овечку 10 килограмм а на лошадь 110 норма коэффициент такой смотрите как городской житель ничего это делать не может он на остановке стоит переминается с ноги на ногу ждет автобус автобуса нет он или опаздывает или начинает беспокоиться куда идти а здесь все рядом вот он дом прям рядом совсем это вот наш называется скворечник пожалуйста тарелочка висит как положено сеночки вот вот общая площадь домик вот я живу у него 18 2 десятых квадратных метров все с кухней с прихожей с туалетом со столовой все вместе а гостей могу принять 60 человек вокруг его вот это под шипером веранда она на две стороны тут пресс-конференции приезжают люди играют со свадьбы 60 человек при 18 квадратах а в городе ты стеснен балкончик лишний человек вышел бултыхнулись вниз как он славгороде оборвался балкон и все полетели рядом приближаюсь уязвимость городского человека страшно он ничего не имеет а здесь пшеницу ты можешь хоть молотком подолбить до разварить и уже витамин есть кроме того у тебя скотинка есть молочко а корова во дворе начальник у ее молочко казах городского ничего этого нету значит будут составляться банды грабежи начнутся сразу гибель гибель страны поэтому нужно сегодня восстанавливать 21000 рухнувших поселений побежали в город за границу а там нас ждут как раз я просто хотел на этом примере показать какая уязвимость вот у не повернул маленько подальше туалет внизу а вы выше этого меня надежда тут живет отдельно это детская площадка качели огромные высокие вот а сейчас там крыша это володя пащенко дом там работают люди все время заняты хорошо жить деревне сознательно лица ребят какие они все здоровые крепкие веселые вы найдете мне еще такие там имена вот у нас писаки вот пожалуйста исаки давайте какой-то показываю его они как яблочки сияют лица загар нормальный не надо ехать никуда нас не ждут бананом обезьяна какая что ли и морковка свекла капуста там уже такое питание дать когда на здоровое питание на свежем воздухе здесь близлежащий завод от нас от барнаула 150 километров оттуда ветер то почти не дует роза ветров показывает оттуда мертвая стрелка и это все потеряю в камамутовский район тайского края откуда я веду этот репортаж вот какие волки сейчас дальше будут копнить работают прекрасный аппетит придут домой жены ждут или матери все готово да идут а разве сравнишь городскую где-то подают как-то мы идем мимо там стоит машина с молоком пришла а народ выстроился в очередь а бывает корова легко доется а другая тяжело отдает называется тугосисия сиськи тугие отец наш смотри тугосисия корова то люди выстроились выстроились ждут когда дадут а кого там приходит а там записка у фляги а бхс тамара молоко не разводи я его уже развела она развела его на флягу ведро добавила воды и все все осы наверное колыкнули нос еще оса даже если ужалит это не шершень вот посмотри какие веселые ребята все ужалили что ли пошел оттуда мы на дамбе были а вдруг посреди дамбы оказалась норка у них и они оттуда зашевелились я только ушел из лагеря когда лагерь был слышу ай-ай-ай-ай-ай а ребятишки шли увидели осы в норе они взяли палку сунули 6 штук ужалило что ли сразу но и заорали бежать а оси только подавай это так что из деревни никуда старайтесь поскорее прибиваться пока тут место есть ну 21000 поселения это не просто так а у нас видела же лагеря идут столбы телеграфные лагерь бывший теперь лагеря нет он ликвидирован будут по-другому как мне говорят другой формат переходите вот представьте моя голубят никакая а как вспомню душа радуется голубки залезла там воркотня стоит мы 2 там где володя горки володи меня не выгонишь оттуда с голубем на кто я такой чтобы гонять ну вот и кто плотную подошли издалека то не видно было в городе такой туалет не поставишь а то простенький сортир называется ямка из крыси ну не как в индии а то банька наша и ванька хорошая дальше я покажу значит колодец у нас ну колодец это качает насос но можно и ведром достать вот так это вот алексею помогают он хозяин этого сена а огородчик то мой как бы формально то вот они брал барабаш когда мне горит это хватает всего по разрешению это пришел залез спрашивает а можно мне тут покосить можно заходи желанный друг вот так сейчас покажу я говорил про баню все тут сушится какие это рта и директор хромов нас награждал пол сушится в бане вот пожалуйста попариться тут камни какая-то сауна какая сауна вот русская баня плеснешь и с полка долой то пивом надо туда плескать не знает как дурью маясь водой надо плеснул надень шапку если жарко вот в баню только зайдем сейчас я покажу что нынче ласточка у меня удумали вот я в бане нахожусь а прямо внутри бани пожалуйста гнездо ну тут я попросил уже ничего нельзя тут вот она смола топится видно даже как жара тут какие яйца тут никаких яиц нету а в предбанники мы щадящий режим создавали они вывели и вылетели это в предбанники мы зашли я прибил два бруска и на них дощечку и они поместились старая везде непрерывно щебеще ты выходишь она на тебя нападает вот топка деревне интересно все но это сочная яма можно тоже показать вон какая глубокая глубокая обложено дерево вот ребята ушли в другой конец там они где-то не знаю видно не видно пол гектара огород огород пол гектара ну колодец стадионная вода в городе ничего ты не достанешь это как только электричество просто выключат и все еще и больше не сделаешь а тут дрова пожалуйста вот она рядом стоит пили суши дровяники везде так это мы так какие тут это сколько дров уголь лежит уже не один год не трогаем запасной тут разные куда не посмотришь красота то какая лепота даже крапива вот и как выглядит дерево вот здесь я зашел с обратной стороны показать сверху донизу вот сколько это поленица поленица вот как сколько на народ 2 ряда вру ну метр восемьдесят примерно ну и так метров 6 все заложено не один год лежит ждет себя вот еще раз прощаюсь с ребятами хорошие ребята и доме который купили калашниковы ребята их какие ребята верующие безобидные как они строили тут мы сейчас вот зашли то зашли уже в готовое все везде сделали вода закачивается горячая раковина утекает на улицу все это в деревне а первый дом ты этот из самана кирпичом только обложенный который володя взял вот отошел